Добрый день! Мы на этой неделе читаем главу Мишпатим. Глава содержит 53 заповеди, относящиеся преимущественно к категории законам между человеком и человеком. Мишпатим часто переводят правопорядки и их еще называют имущественными законами. Как поступают, если один ударил другого и нанес травму, а если убил, а если наша собственность, бык или собака, нанесло ущерб другому человеку, а если в нашу яму упал человек, а если бык, то есть сейчас машина упала в яму, а как мы можем защищаться, если вор проник в наш дом, а если мы его поймали еще в подкопе, как мы поступаем, если пропало имущество, передано на хранение, в аренду и так далее, и так далее. И глядя на них, может сложиться впечатление, что они, законы человеческих отношений, результат естественного стремления людей к порядку, справедливости. И сегодня может показаться, что человечество пришло к этим законам своим разумом. Поэтому приходит первый отрывок в нашей главе и говорит «Веэля мишпатим и эти правопорядки, которые положишь перед ними», и объясняет Великий Раши, слово «Веэля и эти» присоединяет сказанное сейчас в этой главе к сказанному до этого в прошлой главе о десяти заповедях, чтобы научить нас, что как десять заповедей были даны на горе Синай, так и эти заповеди главы мишпатим были даны на горе Синай. То есть этими словами Тора пришла научить весь мир, что заповеди, которые перечислены в этой главе и относящиеся к имущественным законам, даны нам Богом. И это важнейший урок для нас. Все наши законы, как нелогичные, непонятные, так и логичные и понятные, даны нам Богом. Как заповедь не есть свинину или не носить одежду, где смешивается шерсть и лен, шатность, которые необъяснимы логикой, так и заповедь компенсировать человеку, которому нанес травму пять видов компенсаций, и те и другие заповеди даны нам Богом. Именно в нашей главе говорится об этой заповеди о компенсации в случае нанесения травмы, где нужно компенсировать прямой ущерб от нанесения травмы, страдания и боль, стоимость лечения, простой в работе и пятое – унижение. И негубанность общества привела к этим пяти видам компенсаций, а Бог передал нам об этом свою волю в нашей главе. Ну хорошо, но что это знание означает для нас практически? А то, что как в непонятных нам заповедях скрыт смысл, заложенный высшим разумом и поэтому непонятный для нас, точно так же в понятных нам заповедях скрыт смысл, который не виден нашему ограниченному человеческому разуму. И отсюда вытекает следующий вывод огромного значения. Если со временем в логике заповедей, которую нам кажется мы понимаем, что-то изменилось, и кажется, что ее заповедь уже можно или не соблюдать, или соблюдать по-другому, то урок первого отрывка нашей главы говорит нам, что ничего мы не можем поменять и не имеем права вносить свои человеческие корректировки в заповеди Бога. Потому что не можем мы до конца понять смысл высшего разума и то, для чего нам была дана эта, кажущая нам понятной, заповедь. И это уже, само собой, большой урок для нас, евреев XXI века, и место для промежуточного лыхаема. Но я хотел больше сказать о другом. Сказано в нашей главе, если люди поссорятся, один человек ударит другого камнем и лыкогаком, и тот не умрет, а сляжет в постель, то если он встанет и будет ходить, ударивший будет чист, пусть только заплатит за простой в его работе и вылечит его в РОП, в РОП, в ЕРОП. Вылечит его полностью. Или излечением излечит. Ссылаясь на эти слова, последние слова этого отрывка, Талмуд заключает, что врачу разрешено лечить Балмонова. Но кому придет в голову утверждать, что лечить нельзя? Вот это противоречие видно из слов Раши. Он объясняет, что мы могли бы подумать, что если Бог ударил нас, а все происходит по воле Бога, врач не имеет права вмешиваться. И да, конечно, Бог карает и Бог исцеляет, если, конечно, пораженные заслуживают исцеления. Тем не менее, мы обязаны лечиться и обращаться к врачам. Более того, в РОП и РОП переводят как «обеспечить его излечение» или «вылечить полностью». Потому что Рахаэм говорит, что если больной захочет взять все деньги на лечение сразу, ему не дают, ведь он может их потратить не на лечение. А слова Торы в РОП и РОП обязывают виновного «обеспечить ли излечение», «вылечить полностью». Но кажется, кому сегодня придет в голову, что не нужно обращаться к врачам. Но ведь есть одна сфера медицины, где часть людей склонна считать, что все в руках Бога, и не нужно слушаться врачей, и не идти по большинству врачебных мнений. Конечно, я имею в виду вакцинацию от COVID-19. Талмуд называет ль одну причину, где нет руки Бога, а мы сами виной болезни – это переохлаждение. В случае всех других болезней, включая все вирусы – это удар Бога. И тем не менее, мы должны делать все от нас зависящее, чтобы спасти себя и своих близких. Ведь когда близкий или родной человек умирает, Луа Лейну, мы можем корить себя, все ли мы сделали для его спасения. И вряд ли кто-то находит утешение, что это был удар Бога. И все ведь начинается ранее, еще задолго до наступления болезни. Давайте беречь себя и своих близких. А Орахаем, великий мудрец, умер в 1933 году, он автор комментариев Шулхана Руху Мишнабрура и многих других галактических, важных галактических трудов, он развивает эту мысль дальше. Все, что случается с человеком, даже если тот становится жертвой не спровоцированным нападением хулиганов, происходит по воле небес. Хотя в приведенном отрывке речь идет, Тора, которую мы читали, речь идет об увечии, нанесенном человеческой рукой, Раша все равно говорит, Бог ударил. Не только увечие, но и боль, позор, материальные потери, все это от Бога. Поэтому, говорит Хафидс Хайм, напавший считается посланником Творца, орудием его кары, и тем не менее, он в свою очередь все равно признается виновной стороной и должен будет нести наказание, как учили мудрецы Талмуда в Токтате Шаббат. Бог устраивает так, что виновного наказывает, виновный, выполняющий функции руки Всевышнего считается виновным. Другими словами, жертва нападения получает заработанное, но нападавший тоже несет наказание. Хотя, если бы он не оказался в тот момент у Бога под рукой, нашелся бы другой исполнитель его воли. Не случайно, когда Шиме Бенгера проклинает царя Давида и бросал в него камни, Давид горестно воскликнул, Бог велел ему проклять меня. Еврейская традиция учит, что Всевышний посылает человеку страдания не из мести, а чтобы искупить его прегрешения через боль или позор. Когда, прожив 120 лет, дай Бог нам всем, мы перестанем перед Божественным судом, нам будут защитены в заслугу не только выполнение заповеди и добрые дела, а перенесенные нами страдания. Поэтому не следует досадовать на обидчиков и пытаться отомстить им. Лучше покопаться в собственной душе, сделать хишбон нефеш, задуматься над своими поступками. За что мне такое? И поблагодарить Творца, искупающего наши грехи при жизни. Хотя, впрочем, это последнее доступно лишь тем, кто обладает огромной душевной силой, находится на серьезном духовном уровне, и для большинства из нас этот сложно достижимый идеал. Но не досадовать на обидчиков, а еще, может быть, и прощать им, да, это из области высшего пилотажа. Хотя мы дискутировали не так давно с одним очень знающим толковым раввином из Израиля. Я утверждал, что в такой ситуации есть две стороны. С одной стороны, все обиды приходят нам от Бога. С другой стороны, у человека есть свобода выбора. И несмотря на то, что он выбран орудием в руках Бога, у него есть выбор не наносить обиду. А если нанес, то я имею право расценивать это, что действие сделано по выбору человека, обладающего свободой выбора. Такая была моя позиция. Равин же утверждает, что в наше время практически нет людей, не поддавшихся полностью влиянию ЦРРа и не находившихся почти 100% под ее контролем. Люди в основном лишили себя свободы выбора, подчинив свои желания только лишь для животной душе, чтобы все было удобно, комфортно, спокойно, вкусно, чтобы все было больше удовольствий, без фильтра и контроля со стороны божественной души, действующей через интеллект. Они лишили себя свободы выбора. Помните, как фараон, который сначала по своей воле утяжелил свое сердце и сделал свое сердце печенью. А значит, их действие – это в чистом виде Бог подвел под руку обидчика. И обижаться нужно на Бога, ну, в крайнем случае, на себя. И я буду рад, если кто-то после этого видео сможет сделать из этого правильные выводы. Хорошего окончания дня. Брахава от Слаха. Остаемся и дальше в поисках смысла.